2017 год подарил нам большое количество отличных фильмов. Часто за громкими и нашумевшими премьерами мы теряем из вида не менее достойные и интересные фильмы. Вот несколько фильмов 2017 года, которые вы могли пропустить. Сильнее Фильм поставлен по книге Джеффа Баум, на которой в 2013 году лишился ног в результате взрыва на бостонском марафоне. Это кино затрагивает важную и трагическую страницу американской истории. В эпицентре находился Джефф Бауман. Он впервые променял традиционный просмотр матча любимой бейсбольной команды на поддержку в забеге бывшей девушки Эрин. Без сомнений, это лучшая на данный момент роль Джейка Джилленхола. Многие прочат ему Оскар за этот фильм. Эта картина без всяких искусственных сантиментов убеждает, что ты можешь вообще всё. И этот эффект длится очень долго. Это в меру сентиментальная и романтичная, а по большей части жёсткая и правдивая повесть о настоящем человеке. Ветренная река Это этнографический детектив, завершающий фильм вестерн-трилогии режиссёра Тейлора Шеридана. Первые два — это «Убийца» и «Любой ценой». Коротко посыл всех трёх фильмов. Это в 21 веке Дикий Запад никуда не исчез. Он лишь растворился в североамериканском ландшафте и в людях, его населяющих. Убери руки с оружия! Название «Бетренная река» — это индейская резервация в Вайоминге. Седьмая по размерам в Соединённых Штатах. Снег, сосны, дикие звери, индейцы и смерть. Повтори, что ты умеешь? Охотиться на хищников. Учитывая самобытность здешнего уклада жизни, нетрудно понять растерянность агента ФБР, прибывшей сюда для расследования гибели девушки. Ей помогают местный охотник и шериф. Кажущийся размеренным, фильм несколько раз буквально взрывается, и ты подпрыгиваешь в кресле от неожиданности. Это абсолютно гениальный фильм с точки зрения композиции и ритма. С налётом скандинавских детективов, но абсолютно самобытный и не позволяющий отрываться от него ни на секунду. Молчание. Поначалу будет забавно увидеть Человека-паука, Кайло Рена и Квай-Гон-Джина на одном экране. Но они быстро перерастают привычные образы, показывая абсолютно новых персонажей. Этого не может быть. Это сложная картина о людях, о моральном выборе, о преданности идеалам от Мартина Скорсезе. Вообще, Молчание – это экранизация японского романа середины 60-х, который рассказывает историю португальского миссионера-изуита Себастьяна Родригеса, который вместе с ещё одним падро отправляется на остров искать своего учителя, последнего священника Японии, по слухам, уже отрёкшегося. Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов. Эта картина – классический фильм-путешествие, роуд-муви так называемая. Здесь герои по пути из точки А в точку Б переживают кризис личности и меняются на глазах у зрителей. Гопник в исполнении Евгения Ткачука сдаёт блатного отца, которого играет Алексей Серебряков, в приют. И всё это происходит под треки «Грибов», «Хаски», «Негативы», «Пики» и других. Здесь весь фильм – это жизнь в замкадной России, как она и есть. Неприятная, циничная и часто несправедливая. Здесь есть ковры, десятки иконок, российские дороги, кавказцы на тонированной девятке, пацаны с района, воры в законе и всё в таком роде. Но хочу заметить, что фильм при этом остаётся умным и интеллектуальным. В нём нет критики или осуждения. Это просто история двух героев с небольшой долей чёрного юмора. Чё ты цеплеешься-то за жизнь? Нахер тебе надо? Ты же уже полутрух! Мама Наверняка вы видели и промо этого фильма, рекламу и много положительных отзывов, но так и не удосужились его посмотреть. Объяснить, о чём это кино, крайне сложно. Картина сплетена из миллиона загадочных элементов, далеко не каждому из которых находится объяснение. Внешний сюжет таков. Поэт живёт с молодой женой в доме, стоящем посреди леса. Однажды посреди ночи в их дверь стучится незнакомец, мол, ему сказали, что здесь можно снять комнату. А дальше начинаются странные вещи. Вопреки трейлеру, это не фильм ужасов. Здесь не будет дома убийцы или особняка с привидениями. Но это не значит, что вам не будет страшно, жутко и отвратительно. Ты спятил? Спятил? Будет сильно не по себе весь фильм, но это не отталкивает, это завораживает. Ты просто смотришь на мир глазами героини Дженнифер Лоуренс. А он внезапно начинает разъезжаться по швам. И чем дальше в лес, тем более безумным становится происходящее. Ты даёшь, и даёшь, и даёшь. Но этого всегда мало. Нелюбовь В России сложилась странная традиция. В то время как во всём мире Звягинцева чествуют чуть ли не стоя, у нас к нему относятся подозрительно и постоянно обвиняют русофобией. В общем, Звягинцев в этом фильме затрагивает вечную тему семьи и одну из самых распространённых проблем. То, как жестокое обращение и боль переходят из поколения в поколение. Основной темой фильма является, что в жизни героев есть нелюбовь. Между мужем и женой, родителями и сыном, и вообще между всеми в этом фильме. Здоровося с людьми. Эта картина с самого начала вызывает дискомфорт и внутреннюю опустошённость. Чувство безысходности, напряжение и эмоции растут по ходу фильма. А к концу он и вовсе шокирует. И ещё скажу вот что. Картина понравится не каждому. Смотреть её местами сложно и неприятно. Но давайте будем честными. Такова наша действительность. Непроглядная, бурная говношопа. Эльма. Это своеобразный хоррор, облачённый в одежды авторского кино. В кадре постоянно мигает электрический свет, пламя свечей то и дело задувает внезапные сквозняки, и птицы бьются в закрытые окна, а змеи ползают по постелям спящих героев. С девушкой случаются странные приступы. Она ничего о них не знает, но с каждым разом убеждается в том, что её способности имеют разрушающую силу. Ты хороший человек. Фильм затрагивает вопросы мистики, обращается к скандинавским легендам о ведьмах, сталкивает лбом науку и религию. Режиссёр здесь раз за разом выводит прозрачную мораль. Бойся своих желаний. Эльма пасмурная, сонная и заторможенная. Но это только к лицу этой истории. Это внутри тебя, Эльма. Аритмия. Аритмия – это когда внутри что-то бьётся, но музыки не выходит. Мелодия как-то по-медицински запнулась. Критики признали этот фильм почти единодушно – лучшей российской картиной последних лет. Самый внятный из редких упрёков в адрес Аритмии сводится к тому, что эта трагикомедия о кризисе, который переживают 30-летние супруги, смахивает на ужатый до киноформата сериал. Отношения главных героев развиваются на фоне смешных и страшных случаев, с которыми ежедневно сталкивается бригада скорой помощи. Этому фильму Хлебникова на Кинотавре аплодировали, пока в зале не зажёгся свет. Давай хотя бы на время. Хотя бы на несколько дней перестанем друг друга уничтожать. Дело храбрых. Режиссёр «Трона» и «Обливиона» снял трагическую драму об отряде пожарных. В основе фильма – реальные события, произошедшие с пожарной командой в 13-м году. Это самое прекрасное и самое ужасное, что я когда-либо видел. Действие картины охватывает несколько лет существования отряда, и поэтому повествование позволяет пристально изучить работу, семьи и быт лесных пожарных. Дело храбрых немного напоминает военные драмы, но герои здесь сражаются со смертельно опасной стихией. Фильм о хорошо подготовленных, тренированных мужчинах, которые отлично понимают, что пожар сильнее их, и любая мелочь, оплошность или случайность может привести к фатальным последствиям. Фильм состоит из честных признаний и потрясающе сделанных стихийных сцен, рядом с которыми катастрофы из блокбастеров последнего времени кажутся типовыми полуфабрикатами. Это было несколько фильмов 17-го года, которые вы могли пропустить. Не забывайте подписаться на канал, и, конечно, всем удачи и счастья в новом году. А спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok